15 ноября Россия отмечает День призывника. Не стал исключением и наш округ. Ученики 10-11 классов школ Нахабина посетили военно-инженерную академию имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева, где их ждала насыщенная программа. Перед началом патриотической акции к собравшимся обратился военный комиссар Красногорска Игорь Тельбухов. Что хочется сказать вам, дорогие призывники, не надо бояться вооруженных сил. Это сейчас идущий вперед молодой организм, который перевооружается, который одевает новую форму одежды, который выполняет свой воинский долг по защите Отечества. За последние пять лет почти тысяча наших призывников ушло в войска. Слава Богу, все отслужили, вернулись живыми и здоровыми, окрепшими. И когда встречаешь ребят и беседуешь с ними, когда они становятся на учет военный комиссариат, нет плохих слов от армии. Все говорят о ней только по-доброму. Кто-то физически окреп, кто-то освоил какую-то новую воинскую специальность для себя, обрел друзей. Зрелищную программу продолжили воспитанники военно-спортивного клуба «Вепрь» под руководством Евгения Трушкина и музыкальное выступление православного хора и ансамбля инженерных войск России «За веру и Отечество». Следом за музыкально-торжественной частью пришло время экскурсий по территории Академии и учебного полигона. Ребята посетили музей и тренировочные пространства, имитирующие как боевые условия, так и работу по разминированию в зоне гражданской застройки. Школьникам показали процесс подготовки кинологами собак-поисковиков, продемонстрировали возможности спецтехники, стоящей на вооружении инженерных войск. Каждый смог оценить условия быта и службы курсантов Академии. Перспективы открыты не только перед мужественными парнями. «Очень понравилось, прекрасный музыкальный ансамбль, есть чем заняться в свободное время. Думаю, здесь много возможностей для самореализации в дальнейшем. Я занимаюсь физикой, математикой, возможно, буду поступать на инженера. Я считаю, что не только мужчины могут посвятить себя военной службе, но и девушки также должны отдавать свой гражданский долг нашей стране». Как говорил российский император Александр III, у России только два союзника – ее армия и флот. Со времен его правления мало что изменилось в этом отношении, а значит, сегодняшний призывник – это тот, кто готов стать надеждой и опорой своей страны, ее защитником.